на всякий случай потом соответственно я вам скину кстати последний я вот не помню я скидывал так на прошлом занятии мы с вами разбирались с бренд менеджментом и я тут пару слов хотел добавить какие-то праздничные цветы тут рассылают фарфоксе значит пару слов буквально хотел добавить чем-то мне не оказалось слайда с классификации этих самых в классификации самих брендов портфеля в архитектуре портфеля делаются вот оказывается есть в этих если у вас портфель брендов и там ну скажем 10-20 брендов внутри если мы говорим о западном подходе когда есть вот метода компания которая теперь владеет фейсбуком инстаграмом и ватсапом и другими проектами вот то в этом портфеле обычно есть так называемая такие бренды они называются звезды или флагманские то есть один главный бренд в этом портфеле но например вот в этой мете да теперь в этом портфеле самая важная звезда это конечно фейсбук остается вот другие бывают бренды это типа дойные коровы то есть они уже не флагманы да эти бренды они уже довольно давно существуют они приносят доход но сказать что это прямо самого такая звезда в этом портфеле самый такой крутяк нельзя да они называются дойные коровы то есть они приносят прибыль да там и о них мало кто в общем то и на самом деле ну как бы говорит то есть они не горячие такие не ход да то есть они как бы просто боевые лошади такие которые приносят прибыль ну например да у вас есть coca-cola большая компания и в ней там есть много всяких суббрендов там пока не фанта там что сейчас фанта это что крутая крутой напиток кто-то покупает это вот типичная дойная корова да они что-то слышали кто-то знает рассказать что это прям крутяк какой-то нет есть восходящие звезды или темные лошадки иногда их называют то есть это такие бренды которые только-только начинаются да то есть они пока на первых этапах раскрутки и вообще неизвестно они выстрелят или нет то есть они как бы потенциал такой до потенциальный как бы рост у них то есть мы видим что есть потенциальные звезды звезды и дойные коровы которые были раньше звездами а теперь это из них просто выжимают последние доходы и все а вот но и очевидно есть какая-то четвертая категория типа отстоя до который уже и не дойные коровы и не звездочки и и перспектив у них никаких до которые пока есть но от которых принципе надо бы уже избавляться потому что они уже никакой прибыли не имеет или что-то с ними надо делать обитары брендинг и сталин и что-то такое вот по моему меня был раньше слайд по этой теме но куда-то он делся я вот когда закончил прошлый раз эту тему я чуть обнаружил что куда-то он делся этот слайд вот и еще так но это я скинул да это прошлая запись прошлого занятия да и еще я хотел там по моему пару слов просто таки про растяжение это самое расширение да видите но я так и не нашел специальной литературе все-таки в чем такое принципиальное отличие от растяжения от расширения но можно сказать точно что почему это линейная да потому что происходит по товарным категориям либо по классу товаров папа ценовой категории и все это линейная да либо слева направо либо сверху вниз до бренды распространяются вот но тут смотрите сами более того я думаю что если встретиться там не знаю 100 специалистов по брендингу у всех будет у каждого со своей точки зрения что такое растяжение чтобы это самое тогда так еще мы остановились на если я правильно помню упс никуда нажал если я правильно помню мы остановились на франчайзинге да это один из способ развития бренда брендов то есть развитие портфеля бренда да получается так ну вообще к политической партии вот это вот мы у нас же как бы название какое актуальные проблемы брендинга можно ли вообще всю эту лабуду применить политики с натяжкой и вот одна из самых вот таких натяжечных таких вещей это именно можно ли это применить политическим партиям если мы рассматриваем скажем такую управляемую систему как у нас россии да с партиями которые фактически филиалами администрации президента то в принципе можно рассчитана какой-то группу лиц долгое время не было партию так сказать номинальной у либералов и вот вам дали новых людей пожалуйста да то есть как бы окучили эту группу лиц значит здесь у нас матрица портфеля выглядит так а в одной из лекций у нас было идеологическое позиционирование помните там мы рисовали соответствующие тоже такие оси и они у нас были не по деньгам да а по отношению правом человека и кроли государства в экономике и там все тоже четко принципе ской ну как бы можно также рисовать то есть этот бренд относится к этому это партия к этому месту это партия к этому месту поэтому в принципе я считаю что можно другое дело что вот если мы говорим о конкретной партии то скажем про это но что у них моно бренд у них портфеля нет у них моно бренд другой стороны если мы говорим о единой россии то тут это вопрос потому что раньше не были молодежные движения раньше у них были всякие экспертные клубы до которые как бы напрямую партии не относится да то есть там какой-нибудь не валдайский а я помню как-то назывался клуб ночи где по экспертов такой да и там типа люди собирались такие опытные да и обсуждали раньше разные вопросы типа как дальше жить и куда дальше идти и в принципе ну как бы сказать вокруг партии есть некая такая движуха есть общественное движение есть отделение партии есть общественные организации который народный фронт извините да который большинство это единая россия но там же есть всякие благотворительные организации типа и сборище по интересам то есть принципе можно так сказать тоже туда включить вот но в принципе конечно если мы говорим о независимых партиях скажем в америке до сша у них ну что в республиканцы демократы вот такой может быть до республиканской партии это бренд демократическая партия это бренд если там какой-то портфель конечно не ну то есть вот поэтому это так и скажем не подходит да но если мы считаем что у нас администрация президента в общем управляет всем этим на такой глобальный менеджмент всей этой системы то да мы можем сказать что это партии брендов а еще там в загашнике стоят еще 20-30 партий а еще мы справедливую россию на каждых выборах немножко подбадриваем до добавляем ей каких-то паровозов там и так далее в таком смысле да можно пытаются бороться с усталостью бренда справедливой россии который вообще не поймешь что за бренд вообще что за партия вот так между нами вот ну как могут так и делают как могут так работают самая лекцию про политический рынок да какой рынок такие бренды вот мы по моему с вами об этом говорили они могут на последних лекциях вот и принципе я считаю что можно это применять единственное что если мы говорим о нормальной рыночной политической системе скажем европейское сообщество ведь вы откроете у них там практически партии в этом сам на выборах в европейский парламент там почти 10 партий у каждой там вот там 10 до 3-4 процентов это много да то есть не как будто большое разнообразие и все они себя пытаются построить как выбрать чтобы на будущее создать инерцию там и так далее поэтому почему нельзя применить можно вот мы там будем говорить об отличиях в оценке эффективности о том что у нас в политике есть такая вещь как например у вас есть бюджет да на выборы и соответственно вы можете поделить общее количество людей которые за вас проголосовали на этот бюджет да то есть от бюджет на этих людей и высчитать сколько вам стоил один голос и окажется что кпф самый в этом плане самый эффективный бренд потому что они меньше всего денег вкладывают больше всего за не голосует относительно вот а самые неэффективные этого типа проводит либеральные партии и типа тех же самых новых людей то есть они много тратят на рекламу на пиар на все себестоимость голосов низкая ну что делать кому сейчас легко вот вот видит так значит теперь франчайзинг а мы тоже на просто занятие закончили что основная идея это создать такую модель чтобы у нас у вас было лидерство за брендом зафиксировано им вот я вот сейчас в голову пришло такая мысль что у нас скажем на рынке сотовой связи мобильных этих самых телефонов да есть очевидный лидер это компания apple даст ее айфона да и много раз ей бросали вызов то значит самсунг кто там еще кто-то убийцы значит айфонов но они видите удерживают это лидерство уже долго долгое время удерживают и пока в общем не видно такого чтобы они делали какие-то грубые ошибок они дорого подают они всегда ну как бы очень большие навары за счет того что у них очень дорогие и еще у них очень важная вещь есть о которой мы потом вам говорить это магазин вообще есть такая теория что 20 век это был век брендов товаров а 21 это век брендов магазинов кого магазин и тот и будет победить и как раз когда вот навального то выкинули из магазинах это один из показателей дальше значит у кого я пусту apple store тот и давай тапки потому что он контролирует от рынка нашли это основная вещь так ну вот значит франчайзинг это один из способов развития брендов и один из самых таких ну так скажем быстрых да значит что такое значит франчайзинг это аренда товарного знака то есть у вас есть какой-то бренд известный и соответственно вы можете выдавать в субаренду да то есть например у вас есть какой-то вар там типа целого да у нас была такая израильская фирма и они за год открыли 300 магазинов россии но она еще есть но уже не так известно мы сейчас будем говорить почему с одной стороны это хорошо что вы можете за год открыть вообще всю страну закрыть этими магазинами но есть проблем значит смотрите аренда то коварного знака значит есть франчайзер и да это та фирма у которой находится этот бренд введение в юридическом владении это он называется франчайзинг франчайзинг а франчайзинг это те фирмы те организации которые покупают эту франчайзинг а франчайзинг это собственно сам договор да на использование этого бренда значит здесь договоры бывают разные бывают очень простые бывают сложные до мельчайших подробности не только использования товарного знака что вот логотип должен висеть строго над дверью там на высоте трех метров там нет а еще где расписан процесс ну производства или процесс оказания услуги до мельчайших деталей чтобы выдержать стандарты качества потому что вы понимаете вы скажем в италии заходите магазин да вы тут в италию за или неважно где и там были все нормально приезжайте в россию а там шалма и очень было много таких примеров был итальянский магазин из бара рестораны они здесь открывались там пиццы какая-то там и потом закрывались отзывали франчайзинг потому что получается шалман вместо итальянской кухни получается какая-то непонятно какая кухня и соответственно что это ну как бы для имиджа компании это убытки так значит а бывают разные виды этого странчайзинга то есть на сбыт продукции на товары на промышленность производства этих самых станков автомобилей включая вот вы знаете что наши жигули это на самом деле фиат просто целиком завод куплен со всеми юридическими всеми технологиями со всеми там хотя кстати многие слышу какую-то там передачу там известный там и куленко там рассказывал что хотели на впарить не тот двигатель который как бы уже морально устарел и в общем все-таки купили вроде нормальные лет десять она нормально все работало а потом все превратилось в жигули пятой модели и долго потом 40 лет производили одно и то же фактически модель в общем и так далее а в конце концов деловой например это вот агентство юридические фирмы pr-фирмы как там все организовано и сделано потому что например у нас как бы даже форма оплаты в нашей стране она очень странно выглядит на западе это выглядит так расценки pr-агентства складываются в калькуляции такой в общей калькуляции расходов фирмы на ведение какого-то заказа и там все записывается там знаю ведущий специалист потратил на вашу организацию на консультирование там 20 часов час этого специалиста стоит 1000 долларов значит вас 20 тысяч долларов за этого специалиста другой специалист у него оценка 500 долларов в час он работал на вас ну и так далее все это калькулируется и в итоге получается какая-то сумма за то сколько pr-агентство потратил на холодные расходы электричество уборщицы там все туда входит но основная конечно расходы это заработная плата на почасовая причем у сотрудников и вот вас такая-то сумма у нас же в россии в основном так не принято да они говорят сколько это будет стоить и начинается торг значит соответственно по факту оплачивается да вы нам оказывается такой-то набор услуг а где вы берете таджиков узбеков китайцев нанимаете на то чтобы они там выполняли это нас не интересует вот и соответственно вот так вот в америке также там вы приходите юриста он так чик нажимает на кнопочку время пошло каждая минута 100 баксов ну я утрирую конечно места поменьше но нормально и у психологов то же самое если пришел психолога на консультацию 4 пошло сколько на вред и причем все находят совершенно здравые как бы такие подходы значит почему это более профессионально платить брать плату за почасовую оплату они вот вот по факту да потому что pr может и выиграть могли может прилететь черный лебедь значит у вас все ваши обещания не состоятся и что будет платить неустойку что а так но люди работали они значит вы будете любезно заплатите за почасовую оплату значит психологи придумывают другую вещь да я могу конечно вас бесплатно проконсультировать но тогда если вы не заплатите денег вы тогда не будете выполнять мои рекомендации а если вы заплатили за это вы будете выполнять то есть я вам говорю у вас алкоголизм значит вам нужно делать то 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 заплатите мне 1000 долларов и алкоголь как и думает блин я заплатил тыщу значит попробовать придержать это вот тоже советуете там и так далее ну ладно короче виды франчайзинга да они включают себя в том число и деловое поведение это касается и всяких знаете аудитных компаний финансовый аудит там промышленный аудит и знаете там масса консалтинговых фирм которые занимаются вот этим бизнес-процессами значит соответственно если у вас скажем юридическая фирма работает по европейским стандартам у нее совсем другой подход дела вы понимаете я считаю что это то же самое касается вообще-то системное образование должно то есть у нас мы как бы перешли на магистратуру бакалавриат но на самом деле мы от старого советского подхода не ушли то есть он как был так и остался нас до сих пор гораздо больше аудиторных часов чем самостоятельная работа у нас до сих пор как бы хотя и говорят что вот нужно все ориентировать на промышленность на практику на производство на самом деле все равно есть этот разрыв между образованием и практикой он никуда не делся клиники придумали но принципе какие-то шаги такие делаются в нашем университете но сказать что это прямо как бы европейский или американский стандарт нет ну международный такой да нет еще тут работать и работать так значит но поподробнее да с бытовой франчайзинг когда производитель товаров делает такую единую разветвленную бытовую сеть то есть магазины zara допустим по всей европе америки азии и так далее они такие вот везде значит для сбыта но местные какие-то предприниматели они вступают вот в эту сеть и открываю здесь магазин и зарода соответственно чтобы но как бы зарабатывать на это значит что какой плюс для зарода не надо самим инвестировать средства разбираться правильно ли они купят на неском проспекте магазин или неправильно потому что местные лучше знаю что всегда можно напороться на местные законодательства местные стиль ведения бизнеса а так понятно что если человек с вами заключать договора у него есть место на местном проспекте но он как-нибудь будет рассчитывать да что он все таки окупит эти расходы и его магазин будет нормально оккупации вы приносить больше там чем булочная какая-нибудь значит при этом правда да все находится под контролем главные главного бренда штаб-офиса который там штаб-квартиры которые находятся неважно где вот в китае сингапуре париже какая разница москве вот кстати у нас такие есть такие вот у нас например лукойла была большая сеть заправок в турции там у нас мобильные операторы все средней азии представлены у нас казахстане у нас прям такая вот принципе империя мы могли бы так вот но если вот красиво и да в принципе то что это большой рынок в разне и есть российские компании которые могли бы этим принципе нормально так работать по всей всей евразии но они так и работали не работаю до сих пор вот хотя из украины нас выпинули особенно вот это вот яндекс просто очень жестко и жестко и вконтакте тоже жестко выкнули так товарный франчайзинг значит передача исключительных прав на реализацию продукции на определенной территории соответственно некая монополия возникает и вот этот франчайзи который купил эту лицензию он вот на этой территории есть единственный эксклюзивный продавец бывает так что вот этот вот самый это товарный а вот бытовой да значит может быть такая вещь что это не эксклюзивно а несколько дистрибьюторов несколько несколько автомобильных дилеров подают автомобили там рено несколько зачем это делать но конкуренция с другой стороны многие спрашивают а зачем автомобильным производителям дилеры почему бы самим не продавать не открывать везде собственные там не знаю как сказать фирменные магазины до без дилеров и самим не продавать значит или вообще завода почему бы нам не ездить внимание за мерседесами приезжать на них значит обратно в россию на гараж и значит объясняю на смотрите когда у вас большое производство типа мерседесов да то для них важно качество поддерживать важно чтобы было огромный ну как с заводов выходило как можно больше автомобилей если вы еще открываете с бытовой отдел то есть рядом заводом у вас будет еще ну короче эффективность показала что так лучше не делать так делали жигули в 90-е годы и народ ездил в тольятти за жигулями во-первых возникает всегда какой-то грабеж до дорогах во вторых за счет вот того что у вас появляется сложная организация у вас большие силы отвлекаются вот компании в мерседесе дано вот это вот фирменные магазины и вам нужно все это как бы логистику вот это все выстраивать вам проще продавать крупными партиями и заранее планировать что выбросил поставить и тысячу мерседесов в румынию 500 в сша 10000 ну и так далее да и соответственно дилеры вам как бы вычисляют деньги вы с этим уже об этом не думаете и получается так что у дилеров купить дешевле можно потому что они оптом покупают чем на самом магазине чем в самом заводе потому что вы завод приезжайте они присущены на бд но до одного покупателя делами получается что вы представляете в германии должен работать настоящий немец в этом офисе и продавать вам автомобиль знаете как понял зарплата настоящего не совсем социальным обеспечением и прочим прочим то есть получается что ну как бы держать это на заводе в германии бессмысленно лучше отдать это все дилерам они будут лучше продавать они покупают оптом и у вас голова не болит и главное что это получается более эффективное производство вы концентрируетесь на своем главном а с ваша главное это производство хороших качественных автомобилей они как жигули которые сделали на заводе и тут же значит через забор у них стояли вот эти барыжники которые значит перепродавали там ну как бизнес по-русски вот значит смотрите основным условием данных сделки является то что франчайзер обязуется закупать продукцию только у своего франчайзера и полностью отказываться обязаться аналогичных что же у нас было жигулях вот когда была в 90-е годы такая ситуация нас но по-разному там пикулент говорил 90 процентов но общем точно больше 50 процентов запчасти были паленые они делали когда какой-то малой орнаутской непонятными какими-то заводами там чуть ли не какие-то мужики их точили там значит там всякие запчасти в гаражах понимаете а это значит некачественно то есть вы приходите скажем санкт-петербурге у вас там что-то уже были как обычно сломалась вы приходите покупаете прикручиваете она перед ломается понимаете никакой качества гарантии качества метод поэтому вот вот такая идея товарного франчайзинга что только фирменные только настоящие под контролем и все такое прочее промышленный право на производство избыт по торговым знаком но это вот запатентованная технология и в частности да я всегда задавался вопросом почему же ссср и потом российская федерация не зарабатывает миллионы на продаже калашей за счет вот знаете лицензии почему китай торгуют теми же калашами чуть-чуть модифицированными я всегда знал с этим вопросом а все очень просто потому что калаши на самом деле шмайсер и у калашей нету никаких прав реальных юридических прав на калашникова ведь он называется калашников да на самом деле просто я в америке зашел там был бесплатный представляете музей и там всякие исторический и там был просто ну как бы экземпляр этого шмайсера 45 года немецкого а чистый калаш я такой думаю не совсем я согласен что может быть там какие-то детали но у вас же должно быть может быть но вам же нужно чтобы у вас был патент вот они советское время ничего они просто передали технологию китаю советское время ты не патентовалась не надо патентовалась просто вот именно с калашом получилось то есть представляете сам калашников дедушка калашников который он бы мог быть миллиардером он должен с каждого калаша получать по 5 долларов а если их продали там не знаю 500 миллионов калашей умножайте на 5 а он там ну трехкомнатной пятикомнатной квартиры все выжевский понимаете о чем я говорю ну как бы вот это чистый бизнес по-русски так значит промышленный франчайзинг значит запатентованные технологии производства материалы сырье исходный компонент продукции и так далее ну например мы знаем что самая страшная промышленная тайна в мире самое охраняемое это секрет coca-cola никто не знает на самом деле какая-то пропорция какие до самых одну я шучу конечно но что-то в этом есть значит деловой франчайзинг передачу не только товарного знаки но и ведение бизнеса то есть процедуры да значит отработанная промеранной фирмы франчайзера значит слушали я вот честно говоря был разных средств массовой информации и как-то недавно был в одном не будет называть каком но там у них все облачные технологии вы представляете у них вот какое-то видео снимается она сразу же в облако ты вышел из этого только что съемка произошла и тебе на и приходят значит это самое в отцепи ссылочка до ссылочка все вот ваши фотографии вот новости прямо ты еще еще не успел выйти оттуда они уже все разместили везде расшарили вот это я понимаю бизнес-процессы а обратишься кого-нибудь там издательство из табы но там через полгода может быть когда-нибудь что-нибудь напечатают а потом ты сам будешь искать где это расположено что да это под вопросом значит при этом франчайзе берет на себя обязательств действовать соответствии с рыночной стратегии франчайзера то есть повторять ее все правила планирования организации управления технические требования стандарты качества программы обучения включая зарубежные стажировки и соответственно более того и за многих рациональных компаниях принципиально все говорят на английском языке даже в россии но как бы вынуждены потому что это у них такая технология все говорят на английском неважно откуда какого-то региона все говорят даже здесь в россии все говорят на работе на английском курилке пожалуйста можно русском но на работе все говорят английском значится на 3 язык но в принципе и иностранцев много так еще бывают разные формы франчайзинга по региональным франчайзинг мы можем вы можете их потом прочитать там в принципе и различия небольшие то есть тут есть регионы в регионах там какие-то суп франчайзе возможно вот значит но это вы почитаете не буду там долго на этом основе как бы основная идея что можно по-разному это все организовать более широким образом по в рамках целой страны или вообще видео географического региона типа африка евразийская там часть тогда азия там тихотянский регион европа западная востоке но можно по-разному либо до регионов либо все до властину маленький городок значит самая большая выгода франчайзинга то что можно очень быстро расширить бренд присутствие бренда по всему миру в принципе если у вас крутой бренд крутая технология крутой привлекательные там дизайн все вот все сделано то в принципе но локальные бизнесмены с удовольствием туда вступят потому что они понимают что срок окупаемости там три месяца вот у нас вы знаете есть магазины франшиз если кто-то кого-то есть лишние деньги и желание стать бизнесменом покупаете франшизу не знаю какой-нибудь питание какого-нибудь быстрого там не за теремок там или еще что это чайников там не знаю и вроде бы через полгода у вас можно быть купаемым а потом вы только зарабатываете почему нет в конце концов значит в принципе для франчайзера это средство расширения своего бизнеса очень быстро и то есть можно вот как я говорил целый за один год я помню они там ходили такие гоголя на на балтийском пиаре кенди да мы за год открыли 300 магазина можно и тысячи 10 тысяч можно открыть было бы желание второе гарантированно стабильный объем продаж своей продукции да это очень хорошо что вы как бы понимаете что у вас вложение минимальное а доходы будут да то есть вы продали франшизу там 50000 один магазин 100 магазинов уже считайте да уже нормально вот и вы как бы стабильно вы знаете что ваши фабрики будут загружены вот у вас там 100 магазин значит на них нужно столько-то одежды значит для соответственно франчайзи есть тоже выгоды снижение предпринимательских рисков одно дело вы открываете собственный бар какой-нибудь центре санкт-петербурга под собственным имени другое дело вы открываете старбак эти все понятно да известно все понятно у вас там гарантированно вы скорее всего будете все хорошо зарабатывать и главное что у вас купили договор открыли все начали работать через полгода окупаемость а через год уже сидите уже на ними управляющего а сами на канарах отдыхаете ну это все договоры 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 но чаще всего платят первично да как бы при покупке а потом каждый год продлевает лицу значит только в принципе это действительно снижает предпринимательский риск значит если действительно хороший бренд почему бы и не говорится не под известной маркой бизнес это очень хорошо то есть но одно дело ты говоришь я работаю в старбаксе у меня там три старбакса в москве нормально а ты говоришь а у меня там значит одна забегаловка другая тошниловка а третье у меня ларил но как бы не очень до раскручена как-то не очень солидно хотя вполне возможно это будет тоже приносить нормальную прибыль я не против отдельно стоящих баров там сказать и все они вполне могут быть нас нормальным уровнем сервиса и может быть наоборот даже какая-то так вы знаете нестандартная такая вот атмосфера наоборот ну некоторым боятся так при этом значит соответственно поставки продукт и услуги идут по минимально возможной цене то есть вы допустим не переплачивать если вдруг вам нужно какой-то интерьер сделать у нас вас уже как бы по минимальной по себестоимости ну и конечно ускоряется окупаемость капиталовложения как я и говорил обычно франшизы они предлагают окупаемость полгода год его как бы инвестировали через полгода у вас окупилась и началась полная прибыль да это конечно круто то есть ну так вот значит самые большие подводные камни это сложно выдержать качество но вот и я уже приводил пример с с этой борода с сетью ресторанов бар итальянская они значит открыли петербург я помню 90 но с несколько раз они приходили открывали франшизы потом закрывали расторгали договор через судебное и прочее потому что качество а что значит качество вот смотрите вы купили дорогую франшизу европейскую какую-нибудь и у вас как-то окупаемость не сразу наступает вы думаете чего сделать да как бы повысить доходит ну во первых у вас проблемы с персоналом у нас персонал специфический да они все либо поспать на занятия них короче низкая трудовая этика в основном а у вас еще также возникает такая идея так ну вот у них там написано что нужно кофе такой-то но какой-то дорогой давайте-ка мы немножко что под бодяжем но возьмем какой-нибудь там фабрики польшевичка и подмешаем к настоящему но никто не заметит как елы-палы никто не заметит ну и хорошо значит у вас доходность вырастает но качество падает и люди приезжают туда и такие там что-то едят пьют и говорят блин а совсем другой вкус в россии то вы замечали наверняка что в россии товар многие ездят фэйри покупали раньше финляндию потому что она там качественнее вы понимаете а как такое может быть это то же самое фэйри а вот так потому что сложно выдержать качество а другая проблема значит смотрите а если франчайзи вот что-то накосячил с обслуживающим персоналом или вот что-то там у них недопоняли они плохо перевели с английского как обычно значит все это начинает отражаться на франчайзера то есть макдональдс во всем мире это франчиза это франчиза это это у только в россии это централизованные один одна фирма которая открывает за свой счет никаких франчиз потому что они знали что в россии невозможно и выдержать качество обязательно будет плохо поэтому давайте-ка мы поэтому кстати российские эти самые макдональдсы одни из лучших в мире потому что у них не франшиза они как бы поняли что значит здесь надо это сам более того они когда советское время открывался макдональдс восемьдесят каком-то сейчас они принципе очень но как бы нормально работают защитного во всем мире они так и очень такая тонкость это то что все хотят друг друга мы бы сказали по-русски обмануть или на другое слово посмотреть у вас есть договор а если там что-то какая-то неточно а если у вас свой прокурор свой знакомый судья здесь в россии понимаете значит что есть возможность вы начинаете как бы пренебрегать некоторыми деталями договор например переставите платить ежегодные и годовые вот эти лицензионные отчисления он соответственно подает в суд это жалоба приходит в российский суд российский суд ну знаете что это мы не видим оснований до свидания эти итальянцы ходят там несколько лет пытаются все это отменить это сбора да а тем временем под маркой сбора проходит полный шабаш то есть там готовят шавербу в этом сбора пиво наливают и прочее никакой отецкой кухни уже не остается хотя все равно вывеска итальянские рестораны остается вот и соответственно вот это недобросовестность или скажем так потенциальная недобросовестность из той другой страны сети и другие например со стороны франчайзера что может произойти он например с вами договорился что он ваш магазин заработать поступает какое-то количество продукции как ну вот и вы думаете но отлично все значит меня будут продукции я буду продавать все хорошо но производство находится в их руках и они начинают думать как она побольше прибыли а давайте-ка мы будем подешевле товар отдавать ну пониже качество он вам поступает юридически все выполняется да то есть ну как бы со стороны франчайзера но это же обман а вы как франчайзера который купил эту прошу вы обязаны эту продукцию братья и реализовывать а клиенты недовольны они говорят азара пари гораздо лучше чем у нас здесь понимаете привет значит это большие подводные камни и там и там поэтому франшиза получила большое распространение только на некоторых рынках первое это предприятие быстрого питания да действительно там всякие кофейни забегаловки да там нормально причем обратите внимание в чем плюс именно быстрого питания сетевого такого да том что пользователи они но много людей как бы перемещаются в москву петербург но туда-сюда по городу и они хотят гарантированного качества понимаете почему люди идут в москву макдональд и потому что они его любят а потому что они понимают что но что то вы получите то что и в петербурге потому что если вы зайдете какой-то привокзальную так шниловку но мало ли что может произойти вы можете не доехать до дома поэтому они думают так но может быть лучше да и туалет хотя бы есть а то бывает же тошневки и без туалета значит дальше а магазины да потому что тоже как бы ну так получилось что в общем это взаимовыгодное такое сотрудничество если все прописать культурно если правильно выбирать контрагентов то принципе может быть все нормально и услуги услуги там типа знаете парикмахерские такие вот бытовые услуги они тоже можно сделать их сетевыми и соответственно там не знаю дома быта там и про можно просто у нас в россии очень большая конкуренция мы будем об этом говорить что у нас ну как бы ситуация похуже чем до развитых рынках вот например есть соответствующий сайт не знаю сейчас она работает не работает дать и глянем ладно пусть открывает там чем-то он откроет да есть смотрите ну вот например так ну давайте посмотрим что нибудь озон да кстати у меня прям реально там где живут там ну раз в год-два открываются новые пункты старый закрывается потому что это же франции значит вы можете принципе если у вас есть помещение то вы можете отправить этот пункт озона давайте интересно сколько он стоит интересно так от 80 до вообще недорого даже первоначально взноса нет но нужно соответственно иметь площадку и инвестиции то нужно вложить нужно ну как бы покрасить все это повесить чтобы это было так и срок окубаемости от четырех месяцев нормально роялти это вот как раз проценты ежегодные в принципе если у вас есть офис ну или какой-то пункт там полуподвальный первый этаж скажем где-то в центре или в спальных районах то пожалуйста можете открывать или там регионах там где-нибудь не знаю вырицы там понятно другие там и прочее пожалуйста все будет нормально можете доставку а там очень там детали но вы можете на этом зарабатывать смотрите в озоне теперь есть и примерка есть и доставка в доставке каждой доставке так каждый процент в принципе вы можете сделать такой пункт уже как магазин такой большой вот и выйдешь конкуренция большая на зоне потому что но это известная у нас стране национальный бренд развивающийся там много товаров и соответственно конкуренция большая потом они конечно смотрят скажем если у них там каком-то районе там три магазина работают и они не справляются то есть реально там нету место некуда складывать эти посылки да то они соответственно говоря так нам нужно еще 6 7 а если наоборот нету они начинают покручивать руки типа ребята давайте сбивать цену ну там надо смотреть договор но видите здесь и бизнес-план есть и все пожалуйста я считаю что от 80 до 200 тысяч полюбопытствуйте кому будет интересно это дело такое следующая тема которую я хотел сегодня еще охватить это так называемый собственно торговый марк собственно меня как-то вот один из первых дипломов спбгу был именно по этой теме 2009 году и мы например предсказали что скоро там в этой суперпакетах хоккей в ленте дикси появится собственно торговые марки приятно так и случилось буквально через год как написали диплом с дипломницей и сразу же появились прямо вот вообще что это такое это ну вот по английски это правильный был иногда она называется частная торговая марка в россии или сетевая торговая марка чаще всего это торговая марка владельцем который является ритейлер не чаще всего на сто процентов знаете сейчас у нас во всем мире большую долю массовой торговли занимают супермаркеты они же называются ритейлеры да значит это сети гипермаркетов супермаркетов которые некоторые начали в том числе делать со собственные бренды ну продукцию по собственным брендам самый известный это лидл там по почти 80 процентов у них все собственная торговая марка то есть магазин лидл и в нем все лидл вообще значит она вообще на самом деле это длинная история оказывается вообще когда появились бренда мы с вами обсуждали до что вначале на первом занятии что что такое бренд мы вспоминали что это происходит если я помню что бренд происходит от слова английского бренд то есть клеймо сначала клеймили скот клеймили но он скот потому что сельской местности когда выгоняют всяких овец животных пастись они все толпой идут а потом вечером их забирают нужно их разобрать дальше чтобы а чтобы разобрать где в чьё да нужно посмотреть его потому что иначе могут споры возникнуть хотя конечно все знают какая корова но примели все равно чтобы на всякий случай чтобы не было споров вот оружие плеймили хорошие до чтобы повысить стоимость его да потому что качественное оружие стоил дорого и поэтому но это первая функция до брендинга это идентификация товара и производители значит ну вот и в девятнадцатом веке появились первые законы о брендах о торговых знаках и также в девятнадцатом веке появились первые собственные торговые марки значит сеть магазинов сейнсбери в 1869 году и самым даже известно какой первый был продукт такой это бэкон то есть место которое они соответственно упаковывали на нем был написан не просто там мясо как советское время я помню не было бренда не было там молока веселый молочный было просто молоку понимаете не было там за хлеб столичник на фирмы такой-то нет просто хлеб батон все то есть ну как бы не было торговых марк как жили раньше ничего не какой там фирмы ничего не значит смотрите потом aldi aldi до девяносто пять процентов значит товаров под собственной торговой маркой при этом обратите внимание что чаще всего под этими самыми собственными торговыми марками выпускают как бы дискаунтеры то есть те супермаркеты те магазины которых позиционируют себя как самые недорогие самый эконом самый бюджет помните мы говорили о позиционировании что один из приема позиционирования это по ценовому сегменту у нас самые недорогие товары значит соответственно вот да по цене на то что как алиэкспресс вот это ничего плохого в этом нет это не знаешь что это плохого качества товары просто есть еще такое позиционирование типа авиакомпании дискаунтер да например да ну все это в европе конечно начала появилась еще не говорят ребята у нас билеты стоят дешевле но вы не можете брать багаж то есть у нас экономия вот на стоимости билета происходит за счет того что мы не заморачиваемся с багажом а там большие заморочки то есть это нужно устроить конвейер нужно погрузчиков разгрузчиков время это занимает а если у нас дискаутор значит то есть но если мы этим не занимать зачем мы быстрее взлетаем ультер то есть вы с рюкзачков и значит что мы экономим на этих погрузчиков разгрузчиков на времени который занимает и еще вес соответственно если мы у нас нету багажа то мы ставим больше кресел то есть мы можем больше людей перевести и соответственно меньше багажа себестоимость перевоза одного жирного человека она падает значит поэтому у нас дешевле билет стоит мы вам объясняем почему у нас билет дешевле еще у них способ экономии это то что мы приземляемся не в центральный аэропорт а пригородный значит тоже то есть вам потом надо будет оттуда добираться на чем-нибудь там на велосипеде там на такси на чем угодно но это не в центре то есть вы на этом потратите больше времени на доезд из этого аэропорта к тем местам где вам надо то есть мы на тоже на этом экономе потому что аэропорта который в центре они строят дороже или рядом с мегаполисом а те которые вдали и те которые не так загружены да не так оборудованы да у них там нету там фешенебельных магазинов там все этих вот перевалочных пунктов они стоят дешевле мы на этом тоже экономим да и реклама мы не даем тоже экономим и все да все получается что из лондона значит в ригу можно залететь за 40 евро нажраться там на выходных и улететь обратно и все это за 40 евро такого как бы не было короче смотрите некоторые аж прямо европейские дискаунтера они прямо 95 процент причем вот эти качества вот этих aldi наверняка но лучше чем у нас магазины каких-нибудь максимум этих самых но там всего что там у них там есть а самые большие доли категории с тем это конечно мороженое охлажденные продукты молоко сыр готовые блюда 32 процента понял зайдите там ленту или куда-нибудь там есть собственные там какие-то салаты там что-то выпечка там вот это вот там все собственного типа они сами делают дальше товарной категории типа комодитис это вот всякие салфетки полетели упаковка бумажные изделия ну там типа туалетная бумага там еще шли ну такой вот ну там упаковка какая-нибудь 31 процентов и замороженные продукты питания типа овощи и картофель то таким мороженое которое узнать бывает что же в общем то понятно почему потому что это просто изготовить там нету каких-то вкусовых там всяких уникальных технологий которые надо разрабатывать и прочее что там взял картошку заморозил овощи заморозил это принципе можно поручить любой фирмы то есть понятно что это не сами вот эти вот фирмы это делают они не сама лента делает вот это молоко бумажные изделия овощи заморозил и они не сами это делать конечно это вот со всем поставляют просто под их маркой ленты например вот но это просто сделать потому что если это более сложные какие-то не знаю там икра там какая-нибудь вино итальянской вы уже не сможете потому что ну как бы как вы его у вас нету или там какие-нибудь сыр и там такие сложные до которые французские там до какие-нибудь не сможете сделать ну и вот пример да значит вот дикси пожалуйста кукуруза они сами и не выращивают то есть просто они как бы под их маркой там нашли производители которые согласились вот так подпихать да она не продается в другом она продается только в дикси вот и это тоже вопрос то есть на самом деле как раз именно как бы я небольшой фанат вкуснелла и до рекламы и после рекламы которые это самое значит хотя я могу сказать что у них хорошая вещь это конечно вот это то что можно туда батарейки скинуть я иногда пользуюсь потому что как бы идти куда-то искать где можно батарейки связал вкуснелла до самой ближней такая социальная ответственность куда можно батарейки скину но используем и что там еще можно скинуть лапочка при входе вот поэтому я не идентифицирую что где-то их товары продаются потому что но я просто не могу сказать да но вот это одна из проблем потому что получается так если вы хорошо относитесь вкусвиллу то вы спрашиваете себя зачем мне идти во вкусвилл если точно такие же вот тут поближе но просто в другом магазине понимаете вот поэтому конечно если бы я был владельцем вкусвилла то соответственно все товары которые вот продаются под вашей маркой по вкусвилле они не должны больше нигде продаваться в таком виде то есть они могут какой-то другой упаковки понятно они там с тем же лейблом что-либо вот это проблема потому что это это называется размытие бренда да когда у вас есть бренд вкусвилл да и вдруг вы понимаете что на самом деле половина его товаров можно купить в других местах и это называется размытие бренда вот это та же проблема знаете как с настоящими айфонами настоящими там не знаю подсами и поддельными да вот в этом как бы это поделка когда поделки есть когда они никак не преследуются то они сигареты шуток у какую-то плохое качество значит они соответственно от от этого как бы страдают для вкусвилла это тоже страдание потому что получается они претендуют на то чтобы быть таким вот ну ну я не знаю сколько дешевым но не совсем дешевом все таки да еще таким натуральным типа там и прочее и эксклюзивным а тут получается не совсем то что они на что они претендуют значит понятная идея да то есть у нас есть супермаркеты и для них плюс в чем в том что они не тратят на рекламу они уже прорекламированы как супермаркет значит они получают дополнительный бренд цену дополнительные доходы за счет вот этих собственных торговых марок значит тут вот три миллиарда написано это было 10 лет назад значит и при этом они постоянно растут при этом люди как любят экономить на самом деле и что мы смешно и что в развитых экономиках доля ст.м. больше чем не развиты то есть люди в германии очень любят эти дисканты значит при этом но это вполне качественным товар при этом товарами и заставим можно закрыть 95 потребительской корзины можно практически все купить все что нам значит каждый пятый доллар это 20 процентов европе северной латинской америки тратится на покупку и ст.м. 20 процентов денег всех вот люди тратят домохозяйства на эти ст.м. значит один из двух продуктов потребления потому что это как бы самые дешевые данного каждый второе тесты прикиньте да значит они могут еще знаете как вот той же самой дикси у них есть вот это вот прямо с буквой d а есть первым делом то есть как бы они такие тоже это как бы их и стрим просто они как бы так не так и заголовки по первым делом все что нужно купить первым делом то есть как бы продукты первой необходимости почему такие хорошие результаты потому что вы зашли в супермаркет и в эту корзиночку так вот чик 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 вот у вас и каждый второй продукт понимаете то есть люди многие домохозяйства покупают раз в неделю основной продуктовый набор если вам более того знаете есть как бы небольшая сегрегация есть подороже сети да есть подешевле есть метро метро там или там и так далее да есть подороже соответственно но у вас там одна публика ходит они тоже но они также напихали огромную корзину везде раз в неделю до при этом лидером является европа значит процент продаж невысокий потому что конечно на дорогих товарах там и стоим не будешь бриллианты продавать как стм как бы нереально но если вы покупаете iphone тоже но как бы он он стоит просто дорого из каждый второй товар но надо понимать что этот товар и товары недорогие значит при этом качество вот этих и стоим вам вполне нормально наша проблема в том что но как бы все муклю и все пытаются по вкус вилле и там и сям а также на договориться с поставщиками чтобы они больше нигде не продавали а значит нужно заключить договор а если ты заключил договор то он скажем в чечне действует немножко по-другому чем москве и приехал так значит самые лидеры стран обратите внимание швейцария это самая богатая страна евро может филиптенштейн там богатый да у них 45 процентов всех продаж до объема это стм это вот они в супермаркетах все покупают эти прижимистые швейцарцы поэтому не так и хорошо живут а и каждую копейку щита не пол копейки еще покупают немецких супермаркетов которые расположены за границ ну или на границе как duty free да то есть они реально колоссальная экономика причем смотрите германия 30 процентов тоже не самая бедная страна понимаете что я говорю здесь это же просто поразительно кстати вот мы помните говорили о российском потреблении да у нас как раз таки люди ну как бы потребляют стихийно да значит их можно развести они там стихи да нет ребят у них все если они что-то покупают какие-то там излишки дата это на распродажах со скидками то есть там люди все умеют считать конкретно великобритания 28 испания бельгия а в восточной европе в венгрии но стабильный рост в чехии и словаке и так далее в россии это было опять здесь лет назад сейчас я думаю думаю 10 процентов есть может быть даже больше вот я честно говоря не помню в магните там ездят тоже свои товары до магнит под под маркой магнита или нет я давно не был там по моему не помню то есть как ни странно это признак развитого рынка вот эти стм да когда уже прошел этап вот такого вот развитие первичного торговых сетей когда они уже наладили вот эту сбытовую сеть когда они уже но как бы думают о будущем где бы еще отжать денег и такие допетривают а а надо бы открыть собственные торговые марки вот так что в принципе еще у нас как бы в этом плане так ну и сила частных марок да вот проводилось исследование в первую очередь конечно лидером европа далее северная америка да то есть там вот больше всего новых марк появляется и так далее это мы по моему проходили да смотрите при этом опережающий рост у собственных торговых марок где-то в два раза они быстрее растут чем брендов обычных производителей то есть вот эти вот самые сети они как бы быстрее добавляют продажах чем обычные бренды собственно почему то потому что четверо из пяти покупателей думают что раз нет рекламной упаковки да . тоже упаковка то значит соответственно более низкие цены не влияет на качество значит это тоже качественные товары значит но дешевле но почему бы и значит надо покупать вот а только один из пяти вы думает что низкая цена это значит ниже качество они как бы вот когда люди покупают в этих супермаркетах товары этого же супермаркета они думают что ему качество то же самое оно хорошее они переносят качество этого супермаркета найти товар вот и значит потребители оказываются под сильным чтением от экономии и значит соответственно особенно хорошо они относятся к всяким бумажным продуктом ореховая паста варенье консервы и продукты из томатов это кто пишет филипп кота внимательно читаем удачная цитата нашел хотя и старая книжка 91 года но как бы факт остается факта значит еще да мы можем как бы суммировать для конечного потребителя экономия потому что действительно происходит ну как бы такая синергетический эффект то есть у нас есть хороший ритейлер он разбрал зарабатывает на объемах он контролирует качество соответственно у него тогда будет дешевле значит соответственно в ритейлеры выигрывают на экономе на рекламе соответственно потому что сами эти продукты это тоже уже реклама представляете вы продаете упаковку какой там пакеты на них уже написано метро и все идут с этими пакетами уже реклама идет еще одна дополнительная значит с другой стороны мелкие производители которые вот скажем вот для этой вот для дикси скажем ну вот это пшено да это же может быть ни один производитель может быть 10 производителей просто они поставляют одинаковое качество потом она фасуется где-то и все то есть это 10 производителей каких-то фирм там и там 110 производителей неважно да но они могут сбыть эту продукцию другой вариант это как это со своим зерном ехать на рынок много ты там продаж ну что-то продаж конечно но не стабильно то есть у вас нету никакие гарантии что вы реально продадите а то есть понимаете одно дело вы продаете на рынке там в деревне не новые васики да ну сколько вы там продаете два-три мешка а так у вас есть выход на как бы большие рынки москвы там санкт-петербурга и так далее так ну и наконец логистика повышение эффективности да то есть мы знаем что вот эти супермаркеты сети они у них все с логистикой все нормально у них курируют там наши большие фуры и соответственно им легче вписаться в эту логистику и повысить соответственно эффективность продаж то есть например у нас есть сеть какая-нибудь супермаркетов по всей россии скажи магнитом еще что-то да и они продают молоко под своим брендом они понятно они не будут это молоко вести владивосток а они будут вести от местных продавцов те которые рядом находится значит соответственно они на этом экономишь и получается они не везут те товары которые можно сделать поближе да они как бы у них логистик они над этим думаю как бы снизить транспортные издержки чтобы у нас значит другой стороны если вы продаете чужое молоко в принципе вам по барабану куда на приедете владивостока хорошо и сам пау хорошо нам по барабану по нашим цена была зафиксирована но вы допустим заказали молоко и владивостока а там значит бам сломался и все приехали вам заменить нечем потому что этот производитель он только в голодиостоке делать молоко а если у вас сеть производителей молока то если какой-то бам сломался то вы из других мест привезете ну посчитайте быстренько и привезете короче вывод такой что двадцатый век был веком производителей брендов а теперь и 21 век будет веком брендов продаж ну это касается как бы таких вот традиционных товаров супермаркета то есть мы видим что их доля вот этих собственных торговых марок растет но мы видим также что доля собственных торговых марок растет не только в этих супермаркетов слышали вы о всяких гаджет их мегафона мегафон продаем под собственной бар к какие то там маршрутизаторы какие то там телефоны какие-то там модемы они понятно не китайский но сверху написано мегафон мтс этим занимается теле 2 пробовал понимаете о чем я говорю вот сейчас у нас есть скажем какой-нибудь супермаркет и там знаю электроники типа днс там м видео что им мешает потом в одессе они хорошо будут работать да если у них будет хорошая сеть электроники по всей во всем городам россии не только миллионникам но и там большим что мешает потом открыть свое китае производство под маркой м виде ну теоретически или например у вас озон тот же вот он хорошо сейчас будет развиваться а потом начнет под собственной торговой марки продавать какие-нибудь товары почему не понимаете о чем поэтому вот такой вот вывод что это века бренда продаж на на самом деле вот ну как бы не секрет вообще сила особо современных айти компании и типа там вот этих айти платформ там знаю андроида гугла там и плода в том что у них свои магазины они сами продают по через свои магазины значит и если вас скажем отключили от магазина android то компания huawei уже начинает просто падать потому что она у них андроида нет они приехали но поэтому главы несчастные придумывают собственный маркет чтобы там делать и кстати вот проблема была с microsoft а когда они его проворонили всю эту мобильную революцию с гаджетами они пытались сделать собственные мобильные телефоны собственно мобильную платформу но в том числе они проиграли за счет того что у них магазин microsoft и но тут как бы есть вот тут вот у нас до microsoft сторону как бы вам у них плохо развивался сейчас говорят получше там есть приложение можно устанавливать windows там как бы более-менее и небольшая у них там наценка за самая большая наценка за продажи приложений в эту эта игра компьютера фортнайт жаловалась что-то вот допустим вы покупаете компьютерную игру фортнайда и значит apple получает на родном месте 10 процентов ну потому что там очень состоятельные покупатели если человек смог купить гаджет на значит от apple значит он очень крутой у него много денег за статус за бренд вот значит на этом я предлагаю сегодня временно закончить у нас еще осталось 15 минут не хочу начинать следующую тему у нас следующая тема уже заключительный этап там оценка эффективности работа с лояльностью мы ее тоже 22 занятия будем проходить или ну я думаю что это нормально да я думаю что лучше сделать побольше перерыв если вопросы товарищей там кто там онлайн они все там